...служаем на изучение истории христианства тех правил, которые были перегонения, страдания, мучения, сейчас вам подвергаться. Пожалуйста. Мои дорогие друзья, мои дорогие сестры и братья, именем благодать вам от Господа. Я сердечно-сердечно приветствую вас, всем во имя Господа Иисуса Христа. Радуется моя душа, что в этот праздничный день я с вами, сестры и братья. Аминь. Удивительно быстро идет время, правда? 1 января моей маме исполняется 90 лет. И моя мама уже неоднократно сказала, что вся жизнь прошла, как две недели. Удивительно быстро идет время. Пять лет прошло с тех пор, как здесь, в Анисе, мы праздновали 90-летие, начало единисиатического движения в бывшем Советском Союзе. И я помню, что одно из замечательных вечерних богослужений, праздничное и радостное, проходило в оперном театре. И на этом богослужении я тогда сказал, сестры и братья, у меня есть мечта. У меня есть мечта. Когда-то Мартин Рутер сказал, I have a dream. У меня есть мечта дожить до столетия. Не обязательно своего столетия, но до столетия нашего братства. С тех пор уже 5 лет. Если воле Господне и угодно, доживем до столетия. Но вот сегодня, когда первая цепь, преемственная, одну цепь, которую собрал здесь брат Варанаев, и которую так благословил Господь, вместе с другими, которые тужатся на скрипники этого нашего духовного богатства, празднуем 95 лет. Я хочу снова прочесть свои стихи. С этого мы начинали празднование 90-летия. Алик Езерова скажет, до этого дня помогал у нас Спаситель, до этого места. Мне хочется всех вас сердечно обнять, с любовью и радостью сердцем принять. Привет юбилейному съезду. По милости Божьей, до жизни добраться смогли мы сюда, стоящие вместе. Праздник веры сегодня у нашего братства в Церкви Христовой в Ванисе прошло 95. Прошло 95, как Божий весть, а Духи Святом принесли пионеры. А сегодня имеют торжественный съезд христиане и вангерские веры. Под крыльями Божьими мы собрались на юбилей торжественный праздник. В порыве молитвы поднимутся ввысь руки святых, чьи молитвы стрелись в братстве едином людей самых разных. Средь скорби земной и жидейских проблем, средь трудностей и мировых катаклизмов, все сильнее звучит. Это ясно всем. Святое учение о Божьях харизма. Приветствую всем вам. И тем, кто впервые приехал на съезд, и тем ветеранам, чьи головы виние, кто молитвенно нес благовестие крест и дожил до свободы на Украине. Никогда не забудутся грустные дни, но Бог защитил их от поражения. И сегодня в строю, как в служении они, наших рядов, ветеранам движения, как радостно видеть, что братство не сплав, где старого опыта и пыл молодого. Мы, Господа, молим, чтобы на церкви сошла великая сила Духа Святого. Пусть истинно Божье светит во зле перед переходом Спасителя с морем. Пусть церкви откроются в каждом селе, и верой отгребнет пасторский корпус. Как братство мы помним задачу задать, народом трудим христианскую веру нести среди горя и слезы и плач, и шлет Украина миссионеров. Продолжится пусть благорестие лета, пусть юные церкви становятся взрослыми, используя древнеапостольский метод, растив благодатье, как в деянии апостолов, у пятидесятников, в братстве большом, в братстве всемирном и дружном. Церковь в Украине тепло, хорошо, христианские связи – это важно и нужно. Мы рады приветствовать наши гости, прославим Иисуса за братские узы. Мы не знали друг друга, но во везде мы стали всемирным церковным союзом. Много лет, как Иисуса Спасителя весь на землю пришла и посел непотенем, летуя до леса, возвысился крест Церкви Христовой, торжественный съезд у христиан евангельской веры. Аллилуйя! Мои дорогие друзья, дорогие сестры и братья, я хочу вам передать самые сердечные приветствия от ваших, наших братьев и сестер из Киева. Вчера и позавчера, в пятницу и в субботу, на очень большом собрании в Киеве мы праздновали 90 лет образования Киевской Церкви. В 1926 году отсюда и залез брат Бородайев по причине Духа Святого, послал союзного благовестника. И этот благовестник замечательный Божий служит, брат Шерстюк, и ехал в Киев, и через него Господь создал Церкви. Я встретился с одним человеком, 15 лет назад, он рассказывал мне, что был один из первых, кого Янг Савельевич Шерстюк крестил по вере Иисуса Христа. Церкви в Киеве 90 лет. Все начиналось отсюда из-за них, и они передают вам самые сердечные приветствия. Приветствует вас моя жена Лид Николаевна. Очень хотела быть здесь, но она не по лесу уезжает, она в Мариуполь уезжает. Но однако передает сердечные приветствия всем вам. Дорогие мои сестры и мать, я хочу поделиться тем очень важным словом, которое Господь мне положил на сердце для Альгесской Церкви. Я долго молился, что я могу сказать в Церкви в Одессе. Точно знаю. Это слово, которое не дал мне Господь для Альгесской Церкви. Несколько позднее мы откроем Святую Библию и прочтем это слово. Но перед началом моей проповеди я расскажу семь историй. Это будет длинное вступление к моей проповеди. Я расскажу семь историй. Семь историй запомнить непросто. Поэтому советую вам вооружиться бумагой и ручкой и записать. Семь историй. История первая. В начале октября месяца я был в Таиланде на очень важной христианской конференции. Вообще Таиланд страна буддийская. Но благодарю Господу, что там есть христиане. И когда я пойду в Таиланд, я был приглашен говорить в местной церкви в Балкоке. Меня представили в церкви на двух языках. На тайском и на китайском. А дальше я таки не разумею ни той, ни мовы, ни нижней. И тоди до меня прислал на перекладача, який перекладал английскую муру. И я себя почувал, и я был дома. Сред братьев и сестер. Они сказали мне, что я впервые за их историю первый украинец, который присутствует на их собраниях. И они передавали всей церкви Божией в Украине самое сердечное приветствие. Слава Господу! А так, как главная цель моей поездки, это была конференция. Конференция проходила далеко от Бангкока, в Паттайонном месте, в горах. Редом границы. Граница с Бангладеш. Индии, Бирма, Лаос, Китая, Вьетнам, Камбодзе. И вы уже поняли, что это была за конференция. В Паттайонном месте, в горах. Собрались братья и сестры из этих стран, где на сегодняшний день очень сильные гонения на христианах. И цель этой конференции была ободрить их Божьим Словом, стоять в страданиях. На этой конференции я завидел одного брата из Ирана. Лазаре сверхнозаврное. Он родился в Иране, он живет в Иране. Правда, вам не надо объяснять, что такое Иран сегодня. Через этого брата Бог совершает великие дела. Некоторые его родственники были убиты, пролито гроб христиан, стали мучениками. И я подошел к нему и сказал, брат Лазарец, я так много про вас слышал, рад вас увидеть, я много слышу про вас. Он улыбнулся, наверное, плохого. Даниил сказал, все только хорошее. А, брат, сказал он, а, брат, я несовершенный человек, я просто прощенный грешник. А ваше имя как? Я называл свое имя. Брат Владимир сказал. Я очень много про вас слышал. Я поспешил сказать, я прощенный грешник. Знаете, очень легко подружиться с таким человеком, правда? Мы подружились. И через пару дней, когда мы обидели, я его спросил, брат Лазарец, помните ли вы имя того человека, который был создателем союза пятидесятников в Иране? Он сказал, да, конечно, помню. Это был Насим Таума. Правильно? Знаете ли вы, как Насим Таума стал христианином и пришел к Иисусу Христу и по знанию Господа? Лазарец сказал, это, знаете, интересная история, я мало знаю, но история такая. По каким-то делам он был в России, ну, очень давно, в начале двадцатого века, он был в России, и какой-то русский проповедник проповедовал Нему Христа, привел Его к Господу, а потом возложил на Него руки, молился за Него, Дух Святой и сошел на Него. Он вернулся к Ирану, начал проповедовать в силе Святого Духа, и он создал союз пятидесятников в Иране. Да, слава, дочь Наталья. А теперь я вам скажу, где это было в России. Это был город Армамир, Краснодарский край. И еще я вам назову имя этого проповедника. Он действительно был русский. А его имя Иван Баранаев из Одессы. Уважаемые сестры и братья, сегодня мы говорим об удивительных вещах. Где Одесса? Где Армамиры? Где Иран? Но в одной из своих поездок Иван Баранаев начал проповедовать иранскому человеку, который не знал живого Господа. И он обратился, был исполнен Святого Духа, вернулся в Иран, и стал основателем Союза Пятидесятников в Иране. Слава Иисусу Христу! Моя первая история могла бы называться так, Баранаев и Иран. Вторая история, которую я хочу вам рассказать. Вы знаете, у меня братья и сестры три недели тому назад. Я вместе с братьями и сестрами в Кыргызстане проводил замечательную и радостную конференцию. 90 лет начало Пятидесятнического движения в Иргызстане. Это был 1926 год. Отсюда из Одессы в благословение Господа и в силе Духа Святого был направлен из Одессы союзный благовестник Ротарюк из Николаевской области. Здесь в одессе его благословение восложили на него руки и отправили его в Кыргызстан. Именно он создал первые пятидесятнические церкви по пути следования. Сначала в Ташнении в Узбекистане а потом добрался до Кыргызстана по Чуйской долине и в самом Мешкете Бог дал ему создать первые пятидесятнические церкви в двадцать шестом году. А здесь в Одессе молились за его служение. Здесь в Одессе по влечению Духа Святого брат Вороная его на помощь отправили еще двух союзных благовестников. Брат Коваль брат в юг и загорелся огонь божьего пропуждения там в далеком Кыргызстане. Несколько позднее брат Петр Махарович Соловей призвикер которого руководожил в Арамаев оказался там в Кыргызстане и долгие годы был на служении. Многие из вас с нами переслышали про Михаила Сидоровича Пута. Он был рукоположен на служении в Арамаевым. Он был союзным благовестником не по своей воле, но его посадили в Кыргу, потом отправили в ссылку в Кыргызстан. Пятидесятническое движение в Кыргызстане начиналось из Одессы. Слава и благодарение Господу. Моя вторая история могла быть названа там Варанаев и Кыргызстан. Третья история. Уважаемые братья и сестры, здесь я вернулся из Турции. Город Свердлов или бывший Горстантинополь лежит в двух частях мира. В Европе и Абсолюте. Небольшая часть Турции находится в Европе, что дает Турции надежду, что когда-то их примут в Европейский Союз. Но есть и другой противоположный мир и сказки. И вот когда я бываю сегодня в Санкт-Петербурге, я люблю проповедовать вкуп церквах. Не на турецком, на русском. Там есть несколько русскоязычных церквей, которые присутствуют нашими миссионерами. В Европе и в Азии. И когда я бываю так, утром и с весенней, я обычно проповедую в Европе, а после обеда в Азии. Всего нам всего надо переплыть через пролив Босфор. У Сергея Есенина стихотворение есть такое. И когда я не был на Босфоре, ты меня не спрашивай о нем. Спросите меня про Босфор. Каждый раз, когда я переплываю через Босфор, я думаю про одного Божьего человека, Ивана Варанаева. Когда он был на пути из Америки сюда по лесу, пришлось остановиться в Стамбуле. Дальше не было дороги. Три месяца проповедовал Божье Слово в Стамбуле. И за это время масса кири обратилась к Господу. У нас есть письмо Варанаева, в котором он пишет, мы провели сегодня первое умное крещение. Жена офицера приняла Иисуса Христа, и мы ее крестили в Босфоре. И это стало традицией. Одного за другим, одного за другим, одного за другим Варанаев крестил в Босфоре. Так что, уважаемые друзья, моя третья история могла быть названа так, Варанаев и Турция. История четвертая. Уважаемые братья и сестры, три дня годы назад ко мне домой пришла посылка из Болгарии от моего друга Веселина Тудорова Ельичева. Благословенный Божий служитель, я его знаю в 30 лет, как-то недавно были у него в гостях в Болгарии, он прислал мне свою книгу, а то, как началось пенсионическое движение в Болгарии, и он сам пастор. Он служил, сейчас он в Евгенции, служил пастором в церкви, которую создал брат Варанаев. Его отец Тудор Ельичев был пастором в церкви в Болгарии и служил в Средине в той церкви, которую создал брат Варанаев. Просто по пути в Одессу. За 9 месяцев своего пребывания в Болгарии Варанаев и его сотрудники создали за 9 месяцев 18 пятидесятнических церквей. Слава Иисусу Христу! Ни одна из этих церквей не разрушилась до настоящего времени. Растет и укрепляется братство. Слава Иисусу Христу! Так что моя четвертая история это на тему Варанаев и Болгарии. Пятая история. Наверное, некоторые из вас все-таки помнят такую фамилию Криворенко. Кто-то из вас узнал Русь Кабхаренко. Она Криворенко в Невичестве. Это удивительная семья. Федор Иванович Криворенко был в союзе Варанаева разъездным проповедником, благовестником, как они говорили, и очень много ездил, проповедовал, создавал церкви. Его жена Прасковья, удивительная женщина, она была очень активным членом церкви. она тут же многих приводила к Господу Иисусу Христу. И вот пришло время гонения. Федор Иванович арестовали снова второй срок, третий срок. Что с ним случилось, мы не знаем до настоящего времени. Замучили его в лагерях Улака. А что касается его жены, сегодня я вам хочу показать документ. Страшный документ это свидетельство о смерти Кремоленко Прасковья Федоровна. Она умерла 24 мая 1938 года в возрасте 44 года. Ей было 44 года. У нее было 6 родителей. Здесь написано причина смерти расстрел. Эту достойную женщину расстреляли здесь в Одессе в 1938 году и вместе с ней еще петерых наших врачей. Не удивляемся, что такое 37 год. Что такое 1938 год? Не удивляемся. Прежде чем я скажу еще некоторые вещи, я покажу вам еще один документ. Выписка из протокола заседания тройки управления МКВД от 9 октября 1937 год. Здесь идет речь про одного священника, православного священника. Его обвиняли в великом преступлении. Здесь буквально так и написано, что он агитировал женщин водить детей в церковь. постановил Орлова Александра Васильевича расстреляйщика. Только потому, что он убеждал женщин держаться вверх к столу и водить детей в церковь. Такое было время. Итак, Федор Иванович в тюрьме что с ним случилось, не знаем до сих пор. Просковью Федоровну расстреляли. У них шестеро детей. Что будет с ними? Что будет с ними? Как они выживут? Некоторые из них маленькие дети. Что с ними будет? Прошло много десяти дней. И, наверное, летом восемь до мунацет был я в Азербате. Меня интересовало, как началось пиесетическое движение в Азербате. Вообще-то его основатель еврейца Василий Слипонович Павлов благословим и божий служитель, которого тоже в Азербате привел к познанию силы пятидесятиц. Это он основал церковь Бакум, церковь Саряна. Я объездил эти места и в Бакум, и в Саряна. И кто-то из местных братьев азербайджанцев сказал мне даром Владимир Иванович. А вы знаете, на Сирии азербайджана там, где живут Лизгины? Даром есть Лизгинская цепь. Все лязги, все до одного, кроме одной русской бабушки. Баба Люба, так я все знаю, это одна серая лязгина привела к господу. Наверное, даже не надо говорить, на следующий день я уже был в этом городке. Мне сказали, что это русская женщина. Бабушка Люба. Я нашел бабушку Любу, я начинаю с ней разговаривать, с первого слова я чувствую она не русская. Это, знаете, 5 батян же мы все или вы тоже, я тоже. Это мы для них все русские. Но я скажу, вы знаете, я не русский. И сегодня я не русский больше, чем раньше. Я украинец. Милые мои, я разговариваю я с бабушкой Любой, если что, она не русская. Я осторожно, делегательно спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вы действительно приехали из России? Нет, говори, я с Украиной. Я вы спрашиваю, вы что, советские? Я так и саниск. А вы откуда знаете? Да я так и знаю. Скажите, пожалуйста, ваша девичья фамилия? И она говорит, Криволенко, вы дочка Федор Ивановича. Да, а откуда вы так и знаете? Милые мои друзья, бабушка Любовна. Такая маленькая, но когда я говорю маленькая, то она уже, ну вы понимаете, она уже действительно маленькая. Вот эта бабушка Василь Бачарь, где она оказалась в результате гомерий в этом поселке, где живут одни изгимы, привела к Богу одного другого десятого, пятидесятого, и пастор там сегодня изгим одна другая бабушка. Русская, не русская, но и не азербайджанка. Уважаемые сестры и братья, а все начиналось с лесу. Так что моя пятая история могла бы быть названа воронарием и азербайджаном. Шестая история. Вчера, когда я уже открыл дверь, у нас квартиры, пищи, раздался телефонный звонок. Так, я уже дверь открыл, ну, вся душа стоит, в лесу, дорогую на меня лесу, телефонный звонок. На проводе была моя младшая дочка от Вина. Папа, ты куда уезжаешь? На лесу. О, папа, передай сердечный привет. Люблю лесу, всем братьям и сестрам. Привет. Это моя младшая дочка. У меня есть старшая дочка. Она ушла издову. И правильно сделала. Она ушла издову замуж. И в тот день мы ее благословили, было мечами, и я как меча, молились господу с ланятой мир, и в тот же день они уехали. Первое время они жили в Москве. Потом становилось все труднее, труднее, и труднее, и труднее. Им надо было каждые три месяца выезжать, заезжать, выезжать, заезжать, хотя у них было разрешение жить и работать в Москве. Каждые три месяца заезжать, выезжать, заезжать, выезжать. Они долго боялись, чтобы им дали вид на жительство. Концерен сегодня его получили. Но родилась наша внучка Мирославка. А на нее вид на жительство не распространяется. Сами жилите. А ребенка каждые три месяца сюда, туда, туда, сюда, туда, сюда. Они ожидают второго ребенка. Что делать? Я им сказал родителям, возвращайтесь домой на Ирну, Украину, как тогда Господь проживет. Но наши дети не всегда делали так, как с советов родителей. Правда? Они сделали иначе. Они пошли в посольство Австралии, заполнили несколько заявлений, сдали обязательно английский язык. И через четыре часа, через четыре часа, им дали визу, рабочую визу, жить и работать в Австралии. Мои дети улетали в Австралии. Они живут сегодня в Сиднее, где Владимир получил работу. Они живут в хорошем доме, рядом такой дворик зеленый и забор. Вы знаете, что за этим забором? Не знаете? Слушайте внимательно. За этим забором цель русская славянская пятидесятиническая цель пастором которой является Александр Павлович Винченко, который пять лет тому назад с делегацией своих друзей был на нашем празднике. И вы, наверное, помните эту невероятную историю, как в двадцать восьмом году одна цель здесь получила от Господа указания, а пастор в этой цепле был рукоположенный воронавелым Григорием Раменко. Дух Святой им сказал продать все имения и двигаться на восток. Господи, куда? На восток. На восток. И не зная конечной цели. Ведомые Духом Святой начали двигаться на восток. И везде проповедовали Евангелие, создавались группы и церкви по пути их следования, и они оставляли некоторых людей, чтобы быть служителями в их собаках. Другие группы соединялись и так два года, пока они дошли до китайской границы. Два года. И потом Господь им сказал, дальше на востоке, Господи, куда дальше? в Китае. И еще два года они уходили группами с семьями в Китае. А потом в Китае они создали большую пиезидемическую цель. Больше трисот членов. Много людей уверовали. Уйгуры, дунгане, китайцы через них уверовали. Они не научились говорить на китайском. Китайцы научились говорить на русском. Это такая высокая цена. Многие китайцы женились на наших сестрах. Украинских сестрах. Украинские браты, даже китайцы, на что там китайцы? Во всем мире популярны наши сестры, смешанные и сильные. А потом начались страшные ограничения. Все братья, все мужчины в чужом оконсилили в Китае. И в конце концов они таки справа из Китая уехали. Они уехали из Китая и сегодня в Австралии седые славянские русскоговорящие пенсиартические церкви, которые считают себя сопричастными к тому корню, что и у нас. Вот почему пять лет тому назад они праздновали вместе с нами девяностолетие. Правда, удивительно сестры братья, эту историю я назвал бы варанаю и Австралию. История седьмая, последняя и самая короткая. Это история про брата Чеглинцева. Никогда не слышали? Милые мои, я очень мало про него знает. Если вы знаете больше, расскажите мне, Чеглинцев Петр Антонович. Он родился очень далеко от Одессы, в Уфинской губернии, ровесник Варанаева. Как он оказался в Одессе в поднеки губернии. Но здесь он веровал Христа. К Богу его привел брат Варанаев. В двадцать четвертом году в Черном море Варанаев его крестил во Игра Царь Сына и Святого Духа и возложил на него руки. И Дух Святой на него сошел. Я не знаю, как получилось-то, но через четыре года в двадцать восьмом году брат Чиклинцев уехал в Уруквай. Знаете, где находится такая страна? Возьмите глобус и возьмите карту. В Уруквай. И в Уруквай в Южном мире Чиклинцев стал пастором церкви, создав церковь и русскоязычного населения. Больше я не знаю. Но это был Уруквай. Так что свою последнюю историю я бы назвал Варанайев и Уруквай. Уважаемые братья и сестры, что общего у всех семи историй? Это истории про божьих людей, которые стали выдающимися божьими работниками и сделали как самую божью работу. Так или иначе это все имеет отношение к Одессе и Варанайеву. Милые мои, а теперь посмотрите географию. Вспомните глобус, вспомните карту. Иран, Кыргызстан, Турция, Болгария, Азербайя, Азербайчан, Австралия, Уругвай. И все начиналось из-за Иссы. Давайте скажем слава и благодарность нашим русским народам. А теперь, милые мои друзья, давайте мы откроем пружье слово, и я буду читать очень важный хекст, который Господь положил мне на сердце. Книга Откровения, вторая глава. Знаю дела твои. Прежде чем мы будем читать дальше, прежде чем я начну свою поповедь, я хочу сказать с большим сожалением, большой печалью, большой скорбью. Я всю жизнь в церкви и мне приходилось слышать несколько раз эти слова в очень неправильной интонации. Знаю твои дела. Я это слышал несколько раз в церкви. Я вспоминаю эту женщину, которая просто терроризировала церкви. Она ходила от одного к другому, и говорила, «А, Бог все знает, Бог знает твои дела, Бог откроет твои дела». Мне очень гордко сказать, я это несколько раз в церкви слышу. В такой интонации. Когда все опугивают, когда шантажируют, действительно, у каждого из нас есть какие-то неблаговинные поступки. Но Бог никогда не унит тебя тыкать лицом каких-то твоих грехов, в которых ты покаялся и которые прощены навсегда. Вы дает талант «А я знаю твои дела». Это не голос Бога. Это голос дьявола. Который шантажирует, который запугивает, который кривещен. Кстати, когда мы говорим о том, что дьявол кривещен, не, но дьявол, он достаточно искусный. Он не всегда выдумывает на пустом месте, как телевизионная пропаганда одной страны недалеко от нас. Иногда дьявол не выдумывает, но извращает, как телевизионная пропаганда одной страны, недалекой от нас и недалекой вообще. Милые мои друзья, дьявол он показывать хочет, чтобы не дать покоя человеку на какие-то грии из его жизни. Давным-давно покаянные и прощенные Бога. Читают ли историю про одну бабушу? Ее спросили, искушает ли вас дьявол? И она сказала, да, искушает. И что он вам говорит? он приходит и говорит мне, что Бог не проснул мои грехи и не спасения. А дальше разговор, как на толке болтарке. А вы что? А я его посылаю на восток. А ведь что? А ведь приходы и снова кажут и самым. А вы что? А я им дьявол сушен. Ты был на западе, ты был на востоке. Вот как далеко восток от запада, так Бог простил и удавил наши великие слава и благодарения Господу. Я прощенная грешница. Правда, уважаемые друзья, замечательная история про бабушку. Так вот, давай будем читать Божье Слово в правильной интонации. Как Бог говорит послушайте, знаю милан твои и труд твой и терпение твое и то, что ты не можешь сносить разврат и испытал тех, которые называют себя апостолами. Но они не таковы и нашел, что дешевцы ты много переносил и имеешь терпение и для имени моего трудился и лишь не могал. Но имит против тебя то, что ты останел первую любовь твою и так вспомни откуда ты и шел не спал и покайся и твори прежние дела и если не так скоро приду к тебе и сдвину среди и вновь с места и если не покаешься против то, тебе хорошо и ненавижу дела деколитов которые и я ненавижу аминь о шлями сестры и врачи я приехал к вам с посланием и я долго об этом молился Господом и это слово от Господа которое сейчас в моем сердце это послание к Одесской Цели ангелу Одесской Церкви напиши я буду говорить но если нужно я напишу ангелу Одесской Церкви знаю твои дела и все дальше что будет говорить Господь это не в том ключе как говорит я знаю твои дела Бог говорит серьезно взвешено и величественно я знаю твои дела и то за что Господь упрекнул эту Церковь в Откровении написано послание к Ефесской Церкви мое сегодняшнее послание к Одесской Церкви то за что Бог упрекнул это не за то что были неправильные дела что были нехорошие дела нет за что бы упрекнул что перестали делать вершие хорошие дела и я полню твои дела целью целью не является сдвинуть срединник с места целью Божия является ободрить повернуться обратно переменить свои мысли именно это обозначает слово покаяние в первую очередь переменить свои мысли взыскать то доброе и то хорошее и продолжать делать те же самые дела уважаемые братья и сестры в этом послании еще раз хочу подчеркнуть Бог не упрекает что ты делал нехорошие дела ясною твои дела Бог говорит наоборот вернись к делам и тех дел которые ты делал помни твой труд труд и усилиз не вогнал столько много дел и только то немного имею против тебя что прошла твоя первая любовь что такое первая любовь уважаемые братья и сестры многие из нас знают это счастье твердо верую что многие никогда не теряли этого счастья а чем которые никогда не исходили или перестали чувствовать во имя Господа Иисуса Христа хочу сказать как слово благословения у вас есть шанс снова это переживать снова к этому вернуться первая любовь романтика отношений в том числе даже романтика отношений с велой любви в отношении к самим Господом я давно заметил что когда люди наполнены любовью кому-то они постоянно говорят об этом человеке да нет они постоянно думают об этом человеке со мной произошла любопытная история в мариупольской церкви в нашей церкви обвенчал я одну пару прошло такое-то время нам нужно с мужем было поговорить о серьезных хороших мужем вела о церковном вела о служении я принесли его к себе мы разговаривали церковным махистом несколько часов целый вечер за этот вечер он меня шесть раз назвал Наташей я не он он сидит здесь мы говорим о парусах дела но здесь он здесь а думает он думает он не только про Владимира Ивановича думает он про Наташу я его понимаю милые мои когда у нас первая любовь мы все время думаем про этого человека и мы говорим про этого человека даже из поколи брат Александр Серженек ехал из Киева оказывается в соседнем вагоне со мной и мы этого не знаем мы этого если не придя в цепь брат Александр это было от Бога что мы ехали в разных вагонах и если мы ехали в одном вагоне мы бы до утра проговорили друг с другом и это хорошо но то что мы ехали в разных вагонах еще лучше он долго проповедовал Иисуса Христа Господа и Спасителя своим попутчикам это признак духовного человека находить возможно всегда говорить о Иисусе Христе уважаемые братья и сестры мы с вами уже услышали из послания Кадесской Церкви если что-то не в порядке с твоей первой любовью у Бога нет желания я сдвинусь с пикерами у Бога другое желание у Бога другая цель приведи ко всем порядок и делать прежние дела какие прежние дела выражай свою первую любовь Дух Святой и об этом все мои семь историй о которых мы с вами говорили ранее все семь историй это зачем что Дух Святой является Духом Евангелизма Духом Миссии Дух прославления Господа Иисуса Христа и люди исполнят Духом Святым это не те люди которые говорят о духовных вещах это люди которые пропадают Христа давайте скажем Аминь Иисус сказал вы примите силу когда стоит на вас Дух Святой и что будете друг другу рассказывать о духовных делах и жаловаться как жаль что у нас мало слов в сведении пророчества Иисус сказал вы примите силу и будете мне свидетелями от Иерусалима до Самарии до Иерусалима и даже до края сны люди исполненные Духа Святого свою любовь Господу выражают в прославлении Его имени такой была Одесская Церковь Такой и есть сегодня Одесская Церковь Такой должна быть Одесская Церковь Не умолкайте о Христе Только знаете всегда находятся какие-то люди в Церкви какие-то члены Церкви которые ослабевают первой любви которые перестанут говорить об Иисусе Христе А А знаете в Одессе очень легко проповедовать о Христе как нигде может быть общим временем в Одессе Иногда я приезжаю в Одессу на своей машине и тогда мне хорошо и удобно у меня свой транспорт но но иногда как сегодня я проезжаю на общественном транспорте где-то живу далеко или недалеко от церкви и иногда возникаю не у меня у Виктории Егоровой возникает проблема рядом никого из братьев с машиной и она звонит мне Владимир Иванович вот братьев с машиной нет так я уже позвонила за вами такси приедет я говорю Виктория я на маршрутке приеду не-не-не уже машина за вами выехала и несколько раз она мне давала такую возможность сейчас вы поймете какую уникальную возможность проповедовать водителям такси Виктория вы меня поселяете подальше церкви чтобы у меня было больше времени проповедовать чем водителям такси но были случаи когда время проповеди была короткой и пока он меня довозит до центральной церкви я ему проповедую в местах а потом когда он останавливается я говорю ну пойдем я покажу вам церковь я вас познакомлю с мастером это страшно водители мужчины крепкие такие ребята ну как-то вот ну как-то так вот прям сразу ну как-то страшно я говорю чего страшно нет причин для страха Денис он совсем не страшный он такой симпатичный и молодой поймете поймете со мной я вас познакомлю с мастером интересно закрываю машину открываю евреи цепи и моя молитва звонит чтобы они оставались навсегда в Одессе легко проповедовать в маршрутках по дороге это удивительная страна страна Одесса здесь очень легко разговаривать с людьми уважаемые сестры и сестры братья это послание к Одесской церкви не молчите не когда в пашутке или в трамвае едете а уж когда без школ не идете приводите людей к церкви такой была Одесская церковь такой она должна быть сил истории о которой я сегодня вам рассказываю это Иран это Киргистан это Турция Болгария Азербайджан Австралия Кургвай Друг Святой является Духом Миссией Миссия и Евангелизация это не одно и то же и то и другое возвещение Христа но Евангелизация это здесь в Одессе по месту вашего жительства а Миссия это принести мне Евангелие в другую страну в другую культурную среду там где про Христа мало знают в нехристианской страны где другие религии где нету церквей или очень мало Дух Святой Дух Евангелизма и миссии не теряйте первую любовь в первой любви мы только не говорим про Наташу нет не про Наташу только мы говорим про того которого мы любим больше чем Наташу больше чем Сережу про Господа Иисуса Христа церкви в Одессе не должна потерять своего пыль направленного на миссию направленного на евангелизацию мы рассказываем удивительные вещи которые Господь здесь творил в Одессе в начале 20 века но цель Божья не изменилась какая была особенность Одесской церкви это ориентация на проповедь Евангелия от центра Одессы и до крайнем бывшего Советского Союза евангелизация и миссия уважаемые братья и сестры позвольте мне напомнить это не были легкие времена это не были времена действительно благоприятные церковь никогда не имела полной свободы в каких условиях трудился брат Маранай и Одесская церковь и благовестники Союза послушайте пожалуйста я прочитала еще баба абзацу из одного страшного документа это документ 1919 года в каком году приехал Маранай 21 когда Маранай приехал эта инструкция уже действовала послушайте что здесь написано еще недавно это была тайна за 7777 печали секретности и таинственности этот документ из особой папки Кремля под грифом строго скрета было напечатано только два иземпляра этого указания долгие годы это скрывали не только население Советского Союза даже министры об этом не знали секретари о полупартии этого не знали одна из самых охраняемых тайн бывшего Советского Союза но нет ничего тайного что не слабодоявлено слушайте что здесь написано строго секретно председателя ЧК Зержинского указания в соответствии с решением Советского правительства необходимо как можно быстрее покончить с папами и реви для них папы это все служители диаголы призвитеры благовестники церковные учителя редитых воров для них все папы покончить с папами и реви папу надлежит арестовывать как революционерам и саботажникам расстреливая беспощадно и повсеместно слово беспощадно подчеркнуто жирной линии расстреливать беспощадно и повсеместно и как можно больше церкви поддержаться как иди помещения храма опечатывать и превращать в склады под этим документом воистину страшно две подписи подпись Ленина говорил вы узнаете вторая подпись вторая подпись был такой дедушка в Советском Союзе благообразно внешне привлекает с добрым взглядом на фотографии с бородкой Михаил Иванович Кореев это их подлинное висок это их подлинная цель это их подлинный настрой это то к чему их побудил Дьявол уважаемые братья и сестры кто-то скучает по временам Советского Союза мы к этим людям не относимся мы благодарны Господу что мы живем в это время уникальное время которое дал нам Господь время полной свободы для Евангелия милые мои друзья когда пришла свобода в нашу страну я очень часто повторял тогда себе самому и своим друзьям кури железа пока помните эту поговорку я очень часто повторял кури железа пока Горбачев это был уникальный период времени и от горбачевского времени свободы на сегодняшнее время что осталось в соседних странах окно за окном закрываются возможности когда в Узбекистане была свобода сейчас там страдают наши братья и сестры многие в тюрьмах сидели штрафы сегодня в Узбекистане платят если в Советском Союзе 50 рублей то сегодня в Узбекистане 2 с половиной тысячи долларов а если денег нет подобно как в Советском Союзе описывают имущество забирают все ценности забирают транспортные средства конфисковывают вещи прямо сейчас в Узбекистане идут религи полиции и снова и снова и снова и снова и называют библии молитесь за них пожалуйста что осталось где осталось от горбачевской свободы есть еще тут рядом с нами большая страна и вы знаете что там происходит но Украина это то место уважаемые сестры и братья где Господь по молитву святых продолжает снова и снова и снова и снова давать нам возможность нам не следует жаловаться что экономически трудно Украина в состоянии войны но нам не надо жаловаться во время кризиса потому что время кризиса это время великих возможностей для церкви слава Иисусу Христу уже Иисус Кривая я сказал что отнимают имущество конфискуют машины конфискуют денежные средства я вспоминаю как это было в Одесской церкви как это было с Вороная многие стали мучениками помните что написано в Святом Писании дорога ваших Господа смерть святых а для Господа эти мученики живы а еще Святое Писание говорит помните такое божье слово про святых которые раскищение имущества своего воспринимались радостью если оно как будто было мы говорим про брата Варонаева сегодня через которого Бог начал эту великую работу мимо его а знаете ли вы что у Варонаева и у его жены никогда за всю жизнь не было своего дома с той поры когда они ушли от родителей в самостоятельную жизнь у Варонаева и у его жены никогда не было своего дома все время они снимали какой-то рух снимали какое-то жилье но своей квартиры не было никогда у них нечего было как я читал не только протоколы добросов я читал протокол изъятия ценностей ценностей не было уважаемые сестры братья Екатерина Афанасьевна Варонаева в чумах сидела пять раз двадцать лет гонений и преследований это была плана за тот великий труд который они совершили во имя Господа это была великая мисс дьявола за то Иван Евгений которое было проповедано по всему Советскому Союзу до края до границ и в этом цели Бога знаю твои дела первое продолжает делать дело первой любви продолжает говорить о Господе Иисусе Христе не ослабевая евангелизации не ослабевая миссии пока до края земли не будет принесена Евангелия Радий Иисус пятнадцать лет эта записка лежит в моей Библии пятнадцать лет давно назад я был в центре в церкви я сидел рядом с Петровом Владимировичем на передней скамейке и готовился к проповеди через минуту две мне нужно и проповедовать и вдруг откуда-то из зала пришла эта записка я до сих пор не знаю кто это написал во имя Господь это пророчество так говорит Господь в Сыну я поведу тебя еще туда где не ступала наград твоя но где ты мечтал быть я открою перед тобой эту дверь и войдешь и будешь говорить слово мое и буду совершать там чудеса мои свят свидетельствую вам сегодня что в Одесской церкви никто не знал и никто не мог знать о чем я думал в эти дни я готовился начать ваше служение в Средней Азии и я готовил пророческое слово и с тех пор 15 лет мы совершаем служение в Казахстане в Кыргыстане в Успекистане в Караганпакстане в Туркменистане в Таджикистане в Афганистане это слово от Бога пророческое слово ошли мои братья и сестры мы радуемся сегодня о том оружейские движения которое было во времена брата Бородай интересно упали на 3 дня там назад поздно ночью когда моя жена уже сказала 4 раза чтобы она ложиться спать я читал один старый пессионический журнал на английском языке он издавался в Америке журнал за 28-ой год и вдруг в этом журнале я нашел неизвестное нам раннее письмо брата Бородай оно приходило на английском языке неизвестное нам раннее в этом письме брат Бородай подробно сообщает о служении за прошедшие 7 лет и он пишет что оказывается было проверено не 2 не 3 и не 4 съезда 6 съезда здесь в Одессе 23 24 год 25 26 27 28 материалы не сохранились протоколы не сохранились но в своем письме брат Бородай у нас 72 рукоположных благоположных благоположных которые ездят по всему Советскому Союзу проповедуют Божье Слово и создают церкви это было делом первой любви Господь сегодня говорит ангелу Одесской церкви могу написать сегодня говорю по обречению Духа Святого ангелу Одесской церкви знамя твои дела как ты трудился и не изнимогал и продолжай сегодня делать прежние дела твои обновись в первой любви свидетельствую о везде миссия и университет Бог ничего не забыл что было сделано Одесской церкви ангелу Одесской церкви напиши продолжай делать эти дела Бог все помнит помню твои дела сейчас после нашей молитвы очень особенное служение у пастора этой церкви Юрий Михайлович позовет некоторых людей про которых написано в Библии а что среди нас есть люди про которых написано в Библии да я нашел что про них написано в Библии таковых имейте в уважении это люди которые наряду с другими очень много вещей и полезных дел сделали в этой церкви и Бог им сегодня говорит Бог твои дела уже у поверглая Матриона Материевна в этом году ей исполнилось почти сто лет а вот в будущем году первого ноября датьяна первого ноября не только день рождения Петра Материевна первого ноября ей родилась наша сестра Мотя ей сто лет приближается уже живет ступьяновый год милые мои друзья слава Иисуса Христов про таких написано в Библии таковых и веки уважения про таких говорит Господь и нам в нас помню твои дела продолжай делать такие же дела обновись в силе Духа Святого обновись первой любви и продолжай говорить о Христе во имя Отца и Силы и Святого Духа давайте встанем и попросим субтитры Божьей в Кыргызстане, она празднует 90-летие, она благодарит Церковь Алисе за молитвы, и я принес плачу из Кыргызстана. Посмотрите, пожалуйста, это Кыргызская шахма, очень еду складывается, очень удобно носить, делают ее из войлока, очень часто из верблюжнего войлока, и она очень нужна и летом, и зимой. Она разворачивается, когда после того, что ее транспортируют, ее нужно в дело носить, она складывается таким образом. Юрий Михайлович, вы уже выучили, да? И я подумал, что для Юрия Михайловича это так, к лицу! Это будет защищать его голову летом и зимой от холода и жары. Его голова в голову и безопасности. Но за этим есть смысл. Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан по-прежнему мусульманские страны, от Одессы и до края земли во имя Отца, Сына и Святого Духа. Приготовьте ваш фотоаппарат. Приготовьте ваш фотоаппарат.